здравствуйте мы снова в магазине мир газа и у нас сегодня презентация разборка котла ariston chaos x итак поехали данный котел родом из италии одним из его плюсов является возможность подключения фирменного gsm-модуля компании ariston с помощью которого возможно управлять котлом удаленно при помощи ios и android приложения разберем панель управления котла начнем по порядку слева направо кнопка включения котла также она служит для переключения режимов зима-лето настройка температуры гвс настройка температуры отопления кнопка сброса неисправности и жидкокристаллический дисплей гидравлическое подключение в данном котле стандартная практически для всех европейских котлов подача системы отопления обратка системы отопления вход холодной воды выход горячего водоснабжения слив котла механический манометр подпитка системы отопления и подключение газа верхней части котла мы видим место для подключения коаксиального дымохода а также расширительный бак емкостью 8 литров и золотник для подкачки воздуха в него а теперь мы снимем лицевую панель котла и посмотрим что у него внутри сейчас мы рассмотрим основные узлы котла для того чтобы посмотреть их в нижней части мы откинем панель управления с электронной платой здесь мы видим насос вилла устройство розжига трехходовой клапан сервоприводом газовый клапан сид предохранительно сбрасной клапан пластинчатый теплообменник на нужды гвс а также здесь мы видим датчик температуры обратки системы отопления сейчас мы откроем верхнюю часть котла для этого снимем вот эту крышку сейчас открутим два болта и откроем камеру сгорание здесь мы видим горелки свечи розжига и ионизации выполненные в одном керамическом корпусе алюминиевый первичный теплообменник и датчик температуры подачи системы отопления верхней части котла мы видим вентилятор и пресостат одной из отличительных особенностей котлов арестон является сосуд для сбора конденсата на трубке пресостата что можно сказать про данный котел это средний сегмент европейцев со своими отличиями я бы оценил его на твердую четверку ну и на этом все всем спасибо до свидания и и Субтитры сделал DimaTorzok